В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Всем привет! В эфире «Наш универ». Я Илья Суховалов. И я, Юлия Камлякова, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Знакомимся с научными достижениями Балтийского федерального университета. Архитектор – это строитель, художник, менеджер и конструктор в одном лице. Как получить профессию специалиста-универсала? Зажигаем огонь универсиады, огонь новых побед. Дорогие друзья, сегодня мы узнаем, как обстоят дела с научными достижениями на Западе. Подожди, на Западе это в смысле у них? Но ведь это, если не ошибаюсь, уже не наши универы. Нет, Илья, ошибаешься, потому что речь пойдет о нашем самом западном универе. В Балтийском федеральном? Да, о нем и его научных достижениях. В 2007 году Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канта стал победителем конкурса вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы. Конкурс проходил в рамках приоритетного национального проекта образования. Сейчас объем финансирования инновационного парка университета составляет 416 миллионов рублей. У нас ряд приоритетов определены. Мы очень большое внимание сейчас уделяем медицинским биотехнологиям, функциональным наноматериалам. Это вот тоже наше, так сказать, направление микроэлектроники и, естественно, информационным технологиям. В научных центрах и лабораториях БФУ идут разработки не только важных научных открытий будущего, но и прикладные научные исследования, которые помогут решить определенные проблемы общества уже в ближайшее время. Одна из таких разработок – ватномарливые повязки с напылением оксида серебра. В чем их преимущество? По отношению к повязкам «Джонсонс» и «Джонсонс», которые на нашем рынке стоят около, если не ошибаюсь, 150 рублей за квадратный сантиметр, и на самом деле они несколько синтетические, они липнут к ране, они остаются на ранних тканях и так далее, наши повязки в этом отношении несколько лучше. Во-первых, их стоимость составляет порядка 20 рублей целой повязки. Во-вторых, они обладают биосовместимыми параметрами, такими, например, как совместимость полностью с ранневым покрытием, дренаж и абсорбация вот этих вот ранневых выделений. Эти повязки уже спасли жизнь детенышу балтийского тюленя. Раненое животное браконьеры подбросили к воротам зоопарка. Когда мы ходили в зоопарк, ластами он там бил и просил, есть громче всех шрамы остались, но без них никуда. Сейчас ученые БФУ работают над получением лицензии, чтобы выйти со своей продукции на рынок. С помощью новых медицинских повязок раны будут заживать за считанные дни. Ученые Балтийского федерального работают и над проблемой идентификации поддельных лекарственных препаратов. У нас в университете работает группа химиков. Они занимаются синтезом новых препаратов. И метод ядерно-магнитного резонанса будет позволять идентифицировать, насколько то соединение, которое они синтезировали, принимает ту форму, которую они планируют получить. Отличить фальсификат от оригинала не всегда удается даже специалистам. Настолько совершенной технологии производства поддельных препаратов. Использование метода ученых БФУ позволит обеспечить стопроцентную гарантию качества лекарственных средств. Для данного исследования нужна определенная техническая база. В Балтийском федеральном она есть. С этого года мы начинаем еще один прикладной проект, цель которого это разработать экспресс-тесты, то есть такие полосочки, которые беременность определяют, но для определения преждевременных родов. А это уже разработки из области медицинских биотехнологий. Использование экспресс-тестов снизит риски преждевременных родов, а жителям отдаленных территорий позволит в домашних условиях, не прибегая к помощи врача, следить за ходом протекания беременности. Вот, то есть эта задача была поставлена именно медицинским сообществом, потому что было бы неплохо, потому что часто, скажем, бывает так, что думают, что роды отправляют там за 3-9 демель в областной центр, на самом деле не роды. В этой же лаборатории разрабатываются имплантируемые материалы, которые и так необходимы современной медицине. Они обладают рядом уникальных качеств. Да, ну, как я уже сказал, это и быстрота сращивания с необходимыми органами окружающими, это отсутствие вне воздействия на организм, уменьшенное воздействие на организм. Это вообще, то есть они биосовместимы в широком смысле этого слова. Десятки запатентованных изобретений, сотни научных публикаций и открытий подтверждают высокий уровень научных исследований в Балтийском федеральном университете. В следующем сюжете мы расскажем о системе самоуправления и взаимодействии студентов и администрации вуза, а также, почему большинство учащихся БФУ предпочитают плавание другим видом спорта. Илья, а что ты знаешь об архитектуре? Архитектура – это застывшая музыка. Да уж, смотрю я на некоторые мелодии и хочется оторвать руки их композиторам. Да ни в коем случае. Представь, что они без рук натворят. Точно. Тут не через руки действовать надо, а через голову. Да, именно так и поступают в нашем универе. Музыкой, застывшей в камне, назвал архитектуру великий Гетте, имея в виду, что настоящие произведения как музыкального, так и архитектурного искусства создаются на века. А научиться создавать такие проекты можно в Институте архитектуры и дизайна СФУ. На кафедре архитектурного проектирования уже 35 лет занимаются подготовкой специалистов для различных сфер проектной деятельности в области архитектуры и дизайна. Такие профессионалы востребованы на рынке труда как в Сибири, так и по всей России. А здесь люди работают в основном, конечно, на компьютерах. Их с первых лет обучения погружают в изучение компьютерной графики, знакомят с компьютером. И поэтому вот этот вот эксперимент здесь немножко в другом направлении. Студентка четвертого курса Даша Ефимова с детства мечтала быть архитектором. Поступление в институт – ее первая воплотившаяся в жизнь мечта. Как и многие художники, процесс обучения представляла несколько по-иному. Мне казалось, что здесь сплошное творчество, а творчество несет за собой хаос и такое, не знаю, неопределенное состояние. На самом деле, ну это правильно, то, что мы же учимся, и все должно быть очень структурировано и очень четко. Среднюю школу Даша оканчивала в поселке. Не имея возможности учиться в художественной школе, она каждый месяц приезжала в Красноярск и занималась в аудиториях университета. Успешно поступила и теперь разрабатывает собственные проекты. Здесь я вот выбрала такой дом в виде книжки, в виде галочки. Мне почему-то показалось, что это очень интересно, хотя не знаю, это было на втором курсе. Вот, и потом ты начинаешь строить объем, потому что здание невозможно представить, невозможно вычеркать, если ты не знаешь объем этого здания, как он будет выглядеть, сколько будет этажей. И вот потом в специальной программе это либо скетчап, либо 3D Max, либо еще, ну сейчас очень много на самом деле этих программ. Даша признается, что не может смотреть на здание, как обычный человек. Появился особый взгляд, взгляд архитектора. У девушки уже есть свои планы по улучшению архитектурного облика Красноярска. Я бы занялась благоустройством какого-нибудь берега и построила бы там жилищный комплекс такой, который, по моему мнению, соответствует всем критериям жилищного комплекса, что бы я хотела видеть, ну, живя в доме. Какая-нибудь структура, какое оснащение дома, типология квартир. Мне кажется, это было бы интересно. Первые два года студенты учатся основам архитектурного проектирования, а затем идет разделение по специальностям. Но, чтобы попасть в ряды студентов, сначала нужно успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, а также пройти три этапа творческого конкурса. У нас в институте это направление подготовительное в художественной области мы ведем. У нас есть малоархитектурная академия, она очень востребована. В зоне настоящие школьники, те, кто выпускнув уже классов, хотя бывает 8, 9, 10 классов, в школу они посещают наши занятия по рисунку, по черчению, по композиции. То есть, по сути, готовятся к статистическим экзаменам в университете. Если вам надоело строить виртуальные дома в Сим-Сити, учитесь строить реальные. Быть может, именно вы сделаете наш город еще прекраснее. 20 апреля в Красноярске произошло знаменательнейшее событие. Субботник, что ли? Субботник? Это, конечно, хорошо. Но важнейшим из всех мероприятий для нашего универа является... Универсиада! Да! Учитывая то, что она летом и в Казани, рискну спросить, как прошло. Огонь! В смысле? Зажигали! Ничего не понимаю. Тогда смотри и просвещайся. 11 километров, 13 вузов Красноярского края, 30 факелоносцев и тысячи зрителей. Все это эстафета огня Казанской универсиады. 20-13. И вы можете себе представить, что где только не было бы сегодня огонь. Он был в морях, и в океанах, и был в разных странах. И фактически сегодня он уже идет, начиная от Владивостока, проходить по Российской Федерации. Действительно, с лета 2012 года огонь посетил 5 частей света и преодолел свыше 40 тысяч километров на борту учебно-парусного судна «Седов». А с января 2013 года путешествует по нашей стране. Ведь огонь универсиады – это символ единства, дружбы и мира студентов всей планеты. Я хотел бы отдельные слова выразить нашим канзанским товарищам, друзьям, потому что они всемирно оказывают нам поддержку в сегодняшней заявочной кампании. И уверен, что с такой поддержкой мы не имеем права на поражение. Губернатор Красноярского края торжественно зажег огонь, дав старт эстафете, которая началась на площадке Красноярского медицинского университета. Пакелоносцы, сменяя друг друга, преодолели маршрут по улице Белинского, проспекту Мира, улицам Робеспьера, Копылова, Ладокевс-Хавеля и проспекту Свободных, где и финишировала эстафета. Из миллиона жителей Красноярска факелоносцев выбирали за особые успехи в науке, учебе, общественной и спортивной деятельности. Сам пист Александр Пивнев, новость о том, что будет нести факел, узнал в дирекции своего университета. Это было, кстати, вообще неожиданно. Это был звонок из деканата с требованием, чтобы я срочно приехал в деканат. Это, конечно, не испугало. Я приехал туда, но это было радостное новое, что я должен был подать заявку на факелоносцы. А Ане Наумовой, тренеру по конному спорту, позвонил президент общественной организации объединения любителей животных с предложением принять участие в эстафете. Изначально идея была такой, чтобы я проскакала на коне свою дистанцию с факелом. Но потом в ходе мы решили, что это будет немножко проблематично, и пришлось отказаться от такой идеи. Но организаторы решили вести огонь только на роликах, а к Сибирскому федеральному университету факел доставили на велосипеде. В яркое пламя огня универсиада светила Красноярск. Далее отправится в Волгоград, где продолжится эстафета по городам России. А завершится она зажжением чаши огня на стадионе церемоний открытия и закрытия универсиады уже в самой Казани. Мы надеемся, что через какое-то количество времени огонь уже связанный с универсиадой в Красноярске тоже пройдет по всей территории России и будет также согревать своим теплом все регионы. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». С востока на запад. От универа к универу. Движется эстафета огня универсиады. Сейчас это огонь летней универсиады в Казани. Но мы уверены, что обязательно увидим огонь зимней универсиады, который состоится в Красноярске. В любом случае, обе универсиады наши. Встретимся в нашем универе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова